Всем привет, друзья! Мы находимся в ресторане Курорт. Это Павел. Привет, Павел! Привет, Павел! Как всегда, снимаем интересные для вас рубрики. Сегодня мы будем готовить два коктейля. Первый коктейль это на сушку, да, вот этот будет. А второй коктейль это будет на массу. Потому что мы снимаем для взрослых людей, и для взрослых людей нужно, ну, чтобы быстро приготовить, знаете, утром там бам-бам. Немножко смиксовал это все, выпил и пошел на работу. Давайте начнем. Так, первый наш сегодняшний коктейль будет нацелен на сушку, то есть это максимальное отсутствие углеводов, да, как можно больше белка. И коктейль будет не сладкий, скажем так, это для ребят, кто может с утра рискнуть и съесть что-то соленое. Итак, для этого нам понадобится одно куриное яйцо, немного соли, свежий огурец, домашний творог и молоко. Друзья, если вам нравится такая рубрика, ставьте лайк обязательно, потому что мы будем ее продолжать, я думаю, если много комментариев, лайков будет. И в следующий раз приготовим еще что-то крутое. Так, сейчас мы возьмем 200 грамм домашнего творога. Сколько процентов жирности? Это 5%. Ага. Добавим огурец, здесь 100 грамм. Сырое яйцо, в принципе, не стоит бояться, потому что у нас они проходят серьезную проверку, так что боятся. Да, ребята, обязательно мойте яйца перед тем, как будете раскалывать, потому что можно подхватить сальмонеллу, и потом будет очень плохо. Именно, да, это добро мне кончится. Да, потому что сальмонелла находится сверху, то есть курица, яйцо, короче, рождает, или как сказать. И, короче, вот навоз, который куриный сверху, он остается на скорлупе яичной, и вот как бы можно подхватить. А внутри нету сальмонелиоза. Так. Добавим немного соли. Где-то 2 щепотки добавляем. Ну, одна нормальная. Еще раз перемешаем. Ну и все, наш коктейль готов. Друзья, ну что, вот коктейль наш готов. Он хорош чем? Он хорош вообще для спортсменов, тех, кто худеют, сушатся. Почему? Потому что тут маленький процент жира, мало калорий, нормальное количество белка. То есть, довольно клевая штука. Давайте попробуем, как он вообще на вкус. Он такой солененький. То есть, отдает огурцом и чем-то таким соленоватым. Пить вполне можно. Он не отвратный, вполне нормальный. Друзья, я уверен, что для многих из вас, вот все, что сзади меня находится, это гораздо круче, прикольнее, чем то, что мы сейчас готовим. Но, если вы хотите увидеть еще больше кулинарных изделий, то можете перейти по ссылочке в описании и посмотреть. Там мы с Пашей еще готовим на их канале крутые штуки. Там бусеры всякие будут, поэтому переходите, а мы продолжаем. Ну что, Паш, сколько тут калорий? Я думаю, людям интересно будет узнать. Да, но в этом коктейле получается 300-330 калорий, 40 грамм белка и всего по 10 грамм жира и углеводика. Классно вообще. Вполне нормальный для похудения, да? Да. А теперь, друзья, мы начинаем делать второй коктейль. Это уже по моей части, тут углеводики будут. Давайте начнем. Так, здесь мы будем использовать 5-процентную творожную пасту. Возьмем немного кокосового молока, овсяной муки, апельсин и банан. Полетели. Половину, да, банана кидаем? Да, посмотрим. Можно, в принципе, кто хочет послаще, можно сразу закинуть целый. Целый? Да, то есть тут, в принципе, 80 грамм, это не так существенно. Целый банан получается, один апельсин. Сколько у нас творожной массы? Здесь уже мы кладем смешанное, да, здесь уже 200 грамм получается творога на творожную массу. Молока возьмем совсем чуть-чуть, буквально одну-две ложки. Достаточно будет одной такой ложки с небольшой горочкой муки. Так, смотри, у нас консистенция получилась чуть густовато. Потому что, если оно еще постоит, мука еще больше в себя заберет воды, влаги. Поэтому давай добавим немного молока, где-то 10 миллилитров. Еще больше получается белка. Ну да, белка мы за счет этого еще увеличим. Можно, в принципе, если хочется послаще, да, то можно добавить еще, наверное, меду. Но я думаю, что сейчас банан с апельсином, да, думаю, достаточно. Друзья, у нас получилось немножко такое смузи, не коктейль. Если вы хотите коктейль, то можно добавить просто свежевыжатый апельсиновый сок, и будет четкий коктейль. Этот коктейль подходит для набора масса, отличная штука. Давай назовем калории белки углеводу, да, наверное? Да, да, конечно. То есть здесь получается 370 калорий, 40 грамм белка, всего 5 грамм жиров, получается, и 45 грамм... Вполне круто. Вполне круто, нормально. Давайте попробуем. Тут, видите, мы целый апельсин кинули, и получается, что мякоть вот этой апельсина, она осталась там, и приходится немного пережевывать, потому что, как бы, мякоть, она твердая, и она в блендере тупо не размалывается. Настолько. Да, настолько. Поэтому добавлять нужно лучше апельсиновый сок свежевыжатый. А так, довольно хорошая штука. Друзья, ну вот мы закончили этот выпуск. Обязательно напишите в комментариях, какое блюдо вы хотите увидеть в следующем выпуске. Обязательно напишите свое блюдо. А так, спасибо за внимание. Ставьте лайк, подписывайтесь на наши каналы. Увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok